Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы напишем заглавную строчную букву С. Давайте повторим весь алфавит. Итак, заглавная буква С пишется так же, как буква И. Вверх делаем закругление, прямая наклонная линия, коснулись нижней линии строки, сделали закругление, вверх прямая линия, вниз прямая линия под наклоном и закругляем вправо. Далее, вот как будто букву И написали, теперь вниз и маленькая петелька. Строчная буква С, так же, как буква И, написали, и вниз маленькая петелька, заглавная буква И, С, и петелька. Строчная буква С, заглавная буква С, строчная буква С. Строчная буква С, заглавная буква С, и строчная буква С. Молодцы. А сейчас напишем несколько слов с этой буквой. Слово Центнер. Запишите. С. После С буква Е. Центнер. Узнайте у взрослых, или в энциклопедии, или в интернете, что такое Центнер. Напишите мне об этом в комментариях. Второе слово ЦИТАТА. Также узнайте, что означает это слово. Вы можете спросить у взрослых, можете найти в толковом словаре, а можете обратиться к интернету. И напишите мне об этом в комментариях. Центнер. ЦИТАТА. Давайте с вами выполним звукобуквенный разбор этих слов. Нам нужны будут карандашики зеленый, синий и красный. Мы с вами знаем, что звук Ц всегда твердый, независимо от того, какой гласный находится после него. Центнер. не мягкость придает буква е цент не р цент не цитата после буквы c стоит буква и но мягкость она не придает звук всегда твердый сын то твердый а придает твердость то цитата давайте поставим в этих словах ударениях центнер ударение падает на букву е должны запомнить вторую букву е это словарное слово цитата ударение падает на а безударные гласные и нужно запомнить это словарное слово не забудьте в комментариях написать что означает слово цент не и цитата давайте разделим эти слова на слоги цен нер в этом слове два слога ци то то в этом слове три слога молодцы а теперь напишем предложение скворцы и синицы веселые смелые птицы такое небольшое стихотворение запишем скворцы сак говорим скворцы описать нужно скворцы скворцы орфограмма называется безударные гласные в корне слова скворцы чтобы проверить безударные гласные нам нужно изменить слово или подобрать однокоренное слово так чтобы безударные гласные стал ударный скворушка скворцы и синицы это словарное слово си не сын синицы ударение падает на и должны запомнить букву и скворцы скворцы и синицы поставьте тире веселые проверочное слово весел ве сё лы е веселые ударение падает на йо второй раз значок ударение ставить не нужно безударные гласные е весело проверочное слово веселые смелые запятую я поставила потому что идет перечисление с не сме лы е смелые птицы сме лы е птицы поставьте точку конце предложения скворцы и синицы веселые смелые птицы обратите внимание что здесь после с стоит буква и нутс всегда твердый звук даже если после него стоит и или и этот звук всегда твердый скворцы то же самое смотрите с твердый скворцы синицы с твердый звук хорошо теперь давайте поставим ударение в каждом слове скворцы и синицы веселые смелые ударение падает на и птицы ударение падает на и разделим слова на слоги скворцы синицы веселые смелые птицы напишем сверху количество слогов скворцы два слога синицы три слога веселые 4 слога смелые 4 слога птицы смелые три слога птицы два слога хорошо а теперь давайте слова веселые и смелые разделим черточками для переноса как мы можем перенести эти слова слово веселые ве сё лы е это слово можно перенести ве оселые перенести ве сё лы е вот так можно перенести это слово либо ве сё лы е перенести а вот веселые одну букву е перенести так нельзя потому что по правилам переноса потому что по правилам переноса одну букву мы не оставляем на строке и ее не переносим также давайте выполним слово смелые смелые это слово можно перенести только одним способом смелые перенесем только так хорошо сегодня мы с вами написали заглавную строчную букву ц сказали что звук всегда твердый написали два словарных слова которые нужно выучить и узнать значение этих слов значение этих слов можете написать мне в комментариях конечно же не забудьте поставить лайк я для вас стараюсь мы написали небольшое стихотворение скворцы и синицы веселые смелые птицы разделили слова на слоги показали цифрой количество слогов поставили ударение повторили орфограмму безударный гласный в корне слова и вспомнили правило переноса с вами вместо репетитора была елена викторовна подписывайтесь на мой канал делитесь этим роликом социальных сетях и родительских группах всего вам самого доброго до новых встреч